Что ж, давайте будем продолжать, и я хотел бы поговорить с вами о последней нашей такой вступительной части, а именно о вопросе к самой Никомаховой этике, собственно, чему Никомахова этика посвящена и каков план первых ее пяти книг. На самом деле план всех десяти книг вы можете найти в любых интернетах, их сколько угодно, от кого угодно, как угодно, в кратких содержаниях, в каких-то репрезентациях более толковых специалистов, чем я. Может быть, при желании даже стоит поговорить сначала даже не об этом, а о том, где мы найдем перцепцию Аристотеля качественную. Единственная суперкачественная перцепция Аристотеля находится в руках человека, о котором мы уже говорили, и который должен быть кровным врагом Аристотеля и самым злым персонажем во всей этой истории – Фома Аквинский. Фома Аквинский написал свои комментарии чуть ли не ко всем произведениям Аристотеля, и к политике, и к Никомаховой этике, и к куче других. Вообще был дико плодовитый, но телевидения не было, поэтому чем еще было делать? Проблема в чем? Нет комментария Фомы Аквинского к Никомаховой этике на русском языке, а на английском он есть, но недоступен, к сожалению, в электронной версии. Поэтому к политике он доступен, к Никомаховой этике недоступен. В целом вы можете посмотреть на репрезентацию Фомы, но только если каким-то чудом вам достанется печатная версия этой работы Фомы. Чему посвящена Никомахова этика? Никомахова этика, естественно, как вы видите из названия, зачем это посвящена Никомаху и этике? Предполагается, что Никомах – это, собственно, не просто какое-то стороннее имя, а это непосредственно ученик и наследник, в кавычках, наследник Аристотеля, который, в общем-то, эту книгу и передал. Значит, вообще надо поговорить об Аристотеле, видите, как хорошо, что я об этом вспомнил, о том, чем проблема с его книгами. Чем посвящена это конкретно, мы потом поговорим. У Аристотеля дикая проблема с книгами, потому что, давайте я ударюсь в старость головой и расскажу вам стариковскую историю. Когда я изучал древнегреческий, мы, естественно, читали тексты для того, чтобы была начитка. И я предлагал преподавателю, давайте мы будем читать Аристотеля. Ну, как бы, моя тема, все мне нравится. На что мне было отвечено – нет, Аристотеля читать невозможно, потому что абсолютно не нужно. В том смысле, что текст Аристотеля настолько просто, слэш, плохо составлен, что он ничего в начитке не дает. Потом я предложил читать Аристофана, мне было сказано – нет, потому что читать Аристофана невозможно. Текст Аристофана настолько сложно составлен, что его не читают даже профессионалы на четвертых курсах инвестических университетов. Просто невозможно. Бесконечные игра слов, бесконечные вот эти шутки, бесконечные недомолвки – нереально. Вот Аристотель прямо противоположно от Аристофана. Настолько все просто, что невозможно. В чем проблема? Проблема вообще-то в том, что и Аристотель, как мы сейчас думаем, и на то есть свидетельство как античные, так и современные, и Платон писали два типа книг – эзотерические и экзотерические. Не в смысле тайного сокровенного знания или какой-то мистики, а в смысле того, что они писали книги, предназначенные для широкого распространения, и учебники. От Платона до нас не дошло ни одного учебника, дошли только книги для широкого распространения и диалоги. Поэтому с Платоном так сложно. Аристотель тоже писал диалоги. Кто-то говорит, что это были блестящие произведения прекрасного уровня языка, но история решила иначе. И до нас от Аристотеля не дошло ни одного диалога. Зато дошли учебники. Когда те же лингвисты, изучающие Никомахову и Евдемову большую этику, пишут, что большую этику надо вычеркнуть, потому что она написана отвратительным неаристотельским языком, другие лингвисты говорят, а что вы хотели, оно все написано отвратительным языком. В этих учебниках, которые явно предназначены, как считает современная наука, для непосредственных студентов Аристотеля, была нужна только потому, что они могли в любой момент обратиться к Аристотелю. То есть, если они что-то не понимали в этой простой записи, если там какая-то темность существует или какая-то лакуна, они могли у учителя спросить, а почему здесь вот этого нет, или почему вот это сюда перенесено. То есть, Аристотель и не заботил ни стиль изложения, ни характер изложения, по большому счету, потому что это было не предназначено для широкой публики. Вот у широкой публики там и красиво, и умно, а у нас, ну, что есть. Но до нас дошло только это, поэтому Никомахова этика, она вот такая, ровно как и политика, ровно как и все остальные книги Аристотеля. У меня вот по технической части вопрос, а можно в интернете читать? То есть, какие там есть разницы? Судя по всему, вот мы проверили, разницы нет абсолютно никакой, потому что есть только один перевод. Просто я просто могу никому откроить, пойти читать. Есть великий шанс, да. Подошли бы, мы бы с вами прям сравнили тексты. А так, ну, придется сравнивать текст по ходу. Конечно, конечно, нормально все будет. Я надеюсь. Значит, у этого учебник очень просто написанный. Многие части опущены. В нем, так как это учебник, в нем очень сложная терминология и очень много терминологий. И наш перевод хорош тем, что часто переводчик просто оставляет оригинальное слово в скобочках, предлагая свою трактовку. Трактовка всегда ужасная или практически всегда ужасная. Декорисионная как правосудность. Что такое правосудность, о которой речь пойдет в четвертой книге, и которая посвящена четвертой книге, непонятно вообще, потому что, я понимаю, что такое по-русски подсудность, да. Вот это подсудное деяние, неподсудное деяние. Что такое правосудность, непонятно абсолютно. Учитывая, что декорисионная, проще и понятнее переводить, как просто справедливость. Но это плюс нашего перевода, то есть я все время буду перебивать переводчика и говорить, нет-нет-нет, давайте мы вот это вот будем вот так переводить. Чему же, собственно, посвящена Никомахова этика как книга? Ну, понятное дело, этики, значит, Никомаха мы разобрали. Никомах – это ученик, который как бы считается наследником в кавычках школы, и который эту книгу как бы сохранил и передал далее. Евдемова этика. Евдем – это сын Аристотеля. И считается, что эта книга там посвящена, ну, считалось ранее, что эта книга посвящена Евдему. А большая этика, естественно, это просто чьи-то записи аристотелевских лекций. Я говорю вам это сейчас, но понимаю, что зря, потому что я вам ранее сказал, что на самом деле современная версия абсолютно другая. Все три книги написаны Аристотелем, имеют разные целевые аудитории, а названы, ну, потому что название такое. Далее, давайте немного еще не по саму книгу. Когда вы открываете эту книгу, вы видите несколько вещей. Вещь номер один. Вы видите, что она сама по себе разделена на книги. И у них там каждая книга начинается не с арабской цифры, которую мы любим, а с греческой буквы, которую мы не любим. Это, естественно, не деление Аристотеля. Это деление древнего редактора, который составлял все эти книги. Именно поэтому метафизика называется метафизикой, потому что она идет просто буквально после физики. А названия у нее никакого нет. И деление на книги также является неоригинальным. То есть мы можем себе представить такую ситуацию, что древний редактор, хотя он был явно умнее, чем мы, и 100% ближе к Аристотелю, чем мы, мог неправильно разделить Аристотеля на книги. Вполне такое возможно. Об этом мы будем говорить далее. Что мы видим еще? Мы видим погенацию. Четыре цифры, буковку и дальше номера строк. Вот это нужно для простоты и удобства. И отражает первое полное издание Аристотеля на греческом, сделанное, если мне не изменяет, в русской академии наук в середине XIX века. То есть это 800 какие-то года. Выглядит это как натурально два гигантских тома, в которых идет сплошная нумерация, там за полторы тысячи страниц. Поэтому, когда вы видите, например, на этике, которая начинается, если не изменяет память, с 1094А, открывайте книгу первую, и там прям сразу начинается строчка 1094А. Так вот, 1094 – это номер страницы в этом издании. Это 1094-я страница. Каждая страница издания имеет две колонки. А – это колонка 1, Б – это колонка 2. Соответственно, у нас есть 1094А, 1094Б. И далее у вас идут строки 5, 10, 15, 20. В оригинальном издании они идут ровно так. То есть вы буквально, там все это отмечено, но вы буквально можете считать строки. Если вы попытаетесь в российском издании посчитать строки, у вас между строкой 5 и строкой 10 не будет 5 строк. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В связи с этим очень сложно к российскому изданию предъявлять какие-то точные отсылки. То есть, грубо говоря, если бы я знал, что у вас в руках есть античное издание, я бы мог ссылаться, например, на политику 1276А34. И я бы знал, куда вы попадете. Здесь знать, куда вы попадете невозможно, потому что количество строк неправильное. Поэтому, когда я буду ссылаться на другие произведения на русском языке Аристотеля, я всегда буду ссылаться на примерное. То есть я буду говорить 5, 10 или 5, 15 или 20, 35 и так далее и тому подобное. А вы все время должны будете примерно искать этот результат. Ну, это претензия ко всем изданиям, потому что, очевидно, повторить оригинальное издание так, чтобы все попасть строка в строку, практически невозможно. Хорошо. Теперь, когда мы поговорили о, собственно, Никамахе, пришло время поговорить об этике. И для того, чтобы понять, чему посвящена этика, мы должны будем вспомнить то, о чем мы говорили, о цели человеческой жизни, которая понимается как счастье, и о том, как достигнуть этого счастья. Аристотель предполагает, что достигнуть этого счастья мы можем с помощью добродетели, с помощью практики добродетели. Это будет обсуждаться подробно, мы это будем обязательно читать. Какая тут возникает простая проблема? Вопрос, какой добродетели? Ответ, моральные добродетели. И мы возвращаемся к вопросу, который часто мне задают студенты, и к проблеме, которую я очень плохо понимаю, а именно, чем этика отличается от морали. Вы можете услышать моральные добродетели, этические добродетели, этическое поведение, моральное поведение, там, я не знаю, врачебная этика, врачебная мораль, и так далее, и так далее, и так далее. С чем одно от другого отличается? Короткий ответ. Этика – это наука, изучающая мораль. Иными словами, добродетели всегда моральны, а обсуждение этих добродетелей формирует этику. Таким образом, мы понимаем, что этика – это некий набор знания, а мораль – это некая практика. Вот знание о практике, знание о морали – это этическое знание. Этической практики быть не может, может быть только моральной практикой. И, собственно, Аристотель – первый, кто и придумал такой заход. Мы не будем разбирать планы всех десяти книг, потому что не будем читать все десять книг, а будем читать только первые пять. Однако вы должны понимать, что движение идёт очень простое. Аристотель не только задал современное представление о господстве разума и современную опору на разумность и счастье, то есть задал какие-то общие парадигмы, он также задал и мелкие парадигмы, мелкие детали парадигмы. Ну, например, в данном случае научные парадигмы. Аристотель – это первый философ, который всегда или практически всегда начинает всякое исследование сначала с обсуждения общепринятых мнений, потом с обсуждения мнений других философов. Платон вот вообще не так поступает. Для него это безумие. Для Аристотеля – это система. Если ты хочешь знания, у тебя есть две стратегии – индукция и дедукция. Сначала ты берёшь общие представления всех людей и говоришь, ну вот люди думают это, 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 это. Потом берёшь конкретные представления умных людей и говоришь, умные люди думают это, это, это. А потом говоришь, вот они все неправы, сейчас давайте разбираться. Так до сих пор начинается всякое научное исследование. Ну, понятное дело, сейчас об общепринятых представлениях речь уже вообще не идёт. Общепринятые представления – это как раз научные представления. В смысле, если вы хотите создать такую книгу, которая бы началась с общепринятых представлений, а потом пришла бы к представлениям учёных, это будет как таинт женской энциклопедии из мема. Бесконечная книга, с которой ничего невозможно сделать. Всякое исследование современное начинается с суммы того, что сделали другие исследователи по теме. Потом объяснение, почему они неправы, и потом предложение собственных версий. Вот даже в этом мы полностью до сих пор следуем Аристотелю. Настолько велико его влияние. Итак, книга начинается с того, что Аристотель обсуждает общепринятые представления. Общепринятое представление номер один. Цель человеческой жизни – это счастье. Цель человеческой деятельности – это счастье. Аристотель не оспаривает его. Он говорит, хорошо, давайте будем называть это счастьем. Ну-ка, давайте разберёмся, что вы имеете в виду. Затем он переходит на удивление не к своему главному врагу, к Платону. Мы, естественно, понимаем под счастьем некое благо. Естественно, парень, который говорит про благо всем всегда и всё время – это Платон. Разбивает Платона, давит Платона, в частности, потому что благо – это идея блага, и надо сдавить теорию идеи Платона. Сделать это несложно. Аристотель делает это буквально в 3-4 абзаца. А потом переходит к обсуждению. Общепринятое мнение нецелимо присутствует всё время, потому что такова целевая аудитория, о чём мы уже говорили. То есть законодатель не может оторваться от общества, в отличие от философа. Поэтому законодатель всегда должен думать об общепринятых мнениях. Общепринятых в его обществе, конечно же. Не об общечеловеческих таких не существует. И не о персидских. Они, конечно, классные, им не нравятся, но мы не про это. А конкретно о своём обществе. Поэтому эстетель всё время будет говорить – считается. Он всё время будет употреблять глагол дакео. Считается, думается, кажется, общепринято, общеполагается и так далее. Он всё время будет удерживать вас вот в этой парадигме. Но не потому, что он верит в правдивость этих мнений, а потому что такова целевая аудитория. Аристотель начинает с счастья, связывает счастье с добродетелью. Затем говорит, сколько видов добродетелей существует. Два, потому что столько нормальной высшей души в человеке. Говорит, две души в человеке. Потом говорит, я солгал, три души в человеке. Но это уже в пятой книге. И говорит, что, естественно, моральных добродетелей достаточно для того, чтобы достичь счастья. Моральных или нравственных, как хотите. Затем обсуждает их. Идёт список добродетелей. Очень важно всегда будет увидеть, а почему список добродетелей такой, а не какой-то другой. Вот он конкретный, их ограниченное число. Не может быть так, чтобы Аристотель говорил, ой, ну, значит, я определил порядок, как мы определяем добродетель. Добродетель – это середина. Значит, возьмите всё, что угодно. Курица находится посередине между рыбом и мясом. Вот курица – это середина, курица – это добродетель. Нет. Список добродетелей конечный. И так как мы считаем, что Аристотель – это систематический мыслитель, мы должны будем задать себе очень серьёзный вопрос. А именно, а почему Аристотель считает, что этот список добродетелей чётко зафиксированным, а он конечный? Каким образом этот список добродетелей накладывается на реальность? Ту этическую реальность или ту практическую реальность, о которой Аристотель говорит? Иными словами, покрывает ли аристотелевский список добродетелей все сферы человеческой жизни, как мы их знаем, да. Но если общество развивается, человек развивается, не могут возникать новые добродетели? Ни в коем случае человек не развивается. Для классиков существует такое понятие, как человеческая природа. Она вечна и неизменна. В тот момент, когда человеческая природа будет преодолена, тот, кто её преодолел, перестанет быть человеком. Это уже будет что-то другое. Ну а движение? Движение задаётся теми рамками, в которых мы существуем. Но движение – это не развитие, то есть? Нет, конечно, нет. Прогрессизма вот этого либерального и социалистического у Аристотеля нет. Вы, конечно, можете подпрыгнуть, но улететь вы не можете. Поэтому нет смысла обсуждать полёты, говоря о движении человека в пространстве. Есть смысл обсуждать прыжки. Да. Можно предположить, что все эти предприятия, которые выбираются связаны с жизнью полиса? Сейчас мы их будем разбирать. Ответ – нет. Нет, я понимаю логику, которая стоит за вашим вопросом. Если это учебник для законодателей и учителей законодателей, то это явно должны быть добродетели, связанные с коллективной жизнью. Потому что законодатели не должны регулировать, видите, либеральная в вас проскакивает, не должны регулировать частную жизнь людей. Действительно, самой обсуждаемой добродетелью, которой будет посвящена целая книга, будет справедливость. Это только коллективная добродетель, она не может быть индивидуальной. Но, тем не менее, Аристотель обсудит и индивидуальные добродетели. Затем, когда Аристотель обсудит добродетели, он обсудит инструменты, которые так или иначе помогают нам быть добродетельными. Он обсудит науки, искусство, разум и фронесис. Для этого будет посвящена, если мне не изменяет память, шестая книга. Затем он перейдет к обсуждению каких-то очень странных вещей, а именно дружбы. А в самом конце он прямым текстом скажет, вот когда мы все это сказали, пришло время открыть правду. И правда заключается в том, что, к счастью, ведет не нравственные добродетели, а только интеллектуальные. При этом Аристотель скажет, и это понятно из всего, что было сказано ранее. И современные исследователи такие, чего понятно? Ничего не понятно. Я посмотрел пару современных конференций, пару выступлений зарубежных, и там прямым текстом говорится, вот смотрите, вот эта строчка, где написано, что вот теперь мы доказали, а ничего не доказано. Где это доказано, что происходит? И они в конфузии, и им не очень понятно. Вот мы постараемся сделать так, чтобы нам было понятно, как Аристотель приходит к этому выводу. Но в целом тот же самый вывод происходит и в политике. Абсолютно тот же самый вывод. Это государство необходимо для того, чтобы сделать человека счастливым. Но счастливым может быть только тот, кто независим от государства, тот, кто не участвует в политике, только философ. Это классическая точка зрения, от которой никуда не уйти, и от которой никуда не деться, до тех пор, пока мы думаем, что высшая деятельность – это разумная деятельность. Что главное свойство человека – это разум. И что, следовательно, будучи разумными, мы приобщаемся к божественному разуму, и таким образом приобщаемся к совершенству, и таким образом становимся счастливыми или делаемся счастливыми. В чем проблема, скажете вы, ну вот я разумно пошел в магазин или там разумно подал в суд на кого-нибудь, ну чем несчастье-то, особенно если выиграл? Но я отвечу вам очень просто. Для Аристотеля нравственные добродетели и умственные добродетели отличаются одним простым фактом. Нравственные добродетели связаны с действием и только с действием. Нельзя быть справедливым, не действуя справедливо. Нельзя быть умеренным, не действуя умеренно. То есть, грубо говоря, нельзя лежать на диване и утверждать, что вы справедливый, умеренный, смелый и так далее. Только с действием. Но умственные добродетели по определению не связаны с действием и не могут проявляться в действии. Они связаны с отсутствием действия, с досугом, с бездействием. Таким образом, умственные добродетели и нравственные добродетели противонаправлены. Философ не действует, поэтому он может быть счастливым. а тот кто действует счастливым быть не может нет с точки зрения вы лежите на диване какие действия нет конечно но смотрите когда вы добавляете ментальные действия предполагается что для этого действия вам не нужно ничего мы сейчас увидим например для того чтобы быть щедрым вам нужны деньги для того чтобы быть справедливым вам нужен закон для того чтобы быть юморным вам нужен другой чтобы хотя бы кто-то смеялся над вашими шутками вы могли смеяться над шутками другого а для того чтобы быть умным вам никто не нужен и соответственно никаких Их действий по отношению к другим людям вы не предпринимаете. Но все ваши действия, существенные действия, это и есть действия по отношению к другим. То есть нужно только созерцать? Да, только созерцание. Да. А вас же он не писал о том, что без действия в каких-то случаях несправедливо? Я давно считала, что у него отходить в ход. Но, по-моему, это был такой фрагмент? Был, был, конечно. То есть без действия может быть несправедливым? Конечно. Мы с вами будем читать, и я не хочу забегать вперед. Но вы уже из того, что я сказал, а именно, что нравственные добродетели и умственные добродетели не совпадают и против направленной, должны сделать какой вывод? Но интеллектуальность безнравственная. Да, все, все. Вы увидите, что подлинное счастье никак не связано с тем, что толпа думает о хорошем человеке. Хороший человек несправедливый, хороший человек неумеренный, хороший человек недобрый. Это никак вообще не связано. Но разве нравственность, нравственный и безнравственный поступок – это не поступок? Значит, если интеллектуальность безнравственная, значит, это поступок? Там, где философ начинает что-то делать, там он перестает быть философом. Это логично. Вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, он должен что-то делать? И если он должен что-то делать, это действие всегда должно быть сообразно добродетели? Нравственные добродетели. Или нет? Ответ. Философ иногда действительно что-то должен делать. Ну и правда, да, к сожалению, я бы с большим удовольствием лежал бы сейчас на диванчике и с закрытыми глазами бы отдыхал. Но иногда приходится проклято вставать с одного дивана. Вот в этот момент, если он начинает что-то делать, для того, чтобы быть счастливым, он должен поступать добродетельно? А ведь это не зависит от того, как он поступает. Вы только что разъедете, разъедете. Нет, нет, нет. Так вот, когда мы поступаем, вопрос о моральной добродетели встает. Иными словами, когда философ встает с дивана, он должен морально добродетельно поступать для того, чтобы быть счастливым? Или это не нужно? Он вообще не должен поступать, чтобы быть счастливым? Нет. Вот. К сожалению, он не может не совершать поступков, с чем мы уже согласились. Следующий вопрос. Вот эти поступки, они должны быть все без исключения нравственными или нет? Они должны быть целесообразными для того, чтобы очень поскорее в диван вернуться. Это не вопрос, который я вам задаю, но это хороший вопрос. И тогда мы должны открывать политику дальше, где в политике будет прямым текстом написано, что единственный, кто может... Ну, не прямым текстом, хорошо, это моя трактовка, давайте. Я трактую это так. Единственный, кто может быть по-настоящему счастливым. Это только сверхчеловек, в кавычках, да? Клейтон Антонболлс, он называется, если мне не изменяет память в политике. Только полубог. Но полубог всегда вне политики. Как быть вне политики, Аристотель тоже описывает в политике. Вот вы и вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Там не получится не совершать несправедливости и не получится нарушать другие нравственные добродетели. Иными словами, чтобы лежать все время на диване, придется нарушать нравственные добродетели. Но если мы сказали, что только тот нравственный добродетель может быть счастливым, как мы можем сказать, что философ может быть счастливым? И это, вот несмотря на эту мою трактовку политики, все современные следователи подмечают одно и то же. В начале этики Аристотель говорит, что только нравственные добродетели ведут к счастью. В конце этики он говорит, что только умственные добродетели ведут к счастью. Все остальное к счастью не ведет и к нему отношений не имеет. Хорошо. Да, конечно. Только единственное благосправедливость, и ей уделена своя книга, и она совершенно не может быть направлена на саму себя. Да. Но если все-таки отталкиваться от той мысли, которую я выразила, что ментальная деятельность, то есть умственная активность, то тогда мы можем сказать, что справедливость, если по-моему, жизнь у себя может быть применена? Спасибо. Значит, здесь два вопроса, которые Аристотель обсуждает отдельно. Вопрос номер один. Можно ли быть несправедливым по отношению к самому себе? Потому что если нельзя быть несправедливым по отношению к самому себе, вопрос о справедливости к самому себе не встает вообще. Это обязательно будет обсуждено. И, во-вторых, мы все равно предполагаем, что действие означает действие не ментальное. Действие означает какое-то реальное действие. То есть мы не должны позволить русской семантике запутать себя. Мысль не есть деятельность. Деятельность предполагает взаимодействие с какими-то объектами другими, с другими сущностями, если хотите отсылку к самому началу. Если такого взаимодействия нет, то есть если вы не рубите дерево, не разговариваете с Сократом, не идёте в лес, это не деятельность. И Аристотель прямым текстом об этом будет говорить. То есть иначе бы мы могли сказать, что мёртвые могут быть добродетельными, или спящий человек может быть добродетельным. То есть представляете себе Ахилла, который говорит, что я само воплощение мужества, а когда начинается битва, ложится спать. Да, да. А вы не коприте левое мужество, что у вас, а где-то лишь спать. И во сне, значит, было мотать. Я есть мужество, я есть мужество. Он может прекрасно понимать, что я говорю. Он не радует никаких усилий умственных, когда он спит. Как это? Активность идёт. Это же не, ну, как бы, независимая травмная его активность. И в отличие от той, когда вы садитесь и начинаете продумывать свой курс. И более того, вы потом устаёте, так же, как тот, который пробил травмат. Ну, согласитесь, усталость есть. Усталость есть, даже если вы вообще ничего не делаете. Это я вам говорю как эксперт. Усталость всё равно возникает. То есть усталость – не доказательство. Мы об этом поговорим обязательно, потому что это хорошее замечание, которое мы можем бросить Аристотель. То есть почему деятельность, не связанная с другими сущностями, не связанная с другими объектами, не может считаться деятельностью? Хорошо, хорошо. Поговорим о добродетеле смелости, потому что она самая низкая с точки зрения Аристотеля, и потому самая простая. Можно ли быть смелым, сидя на стуле? Приведите такие обстоятельства. Ну, сидеть на электрическом стуле, когда уже голодут влажную губку на колбе, при этом не орать. Нет, 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 нет. Довольно смел, наверное. На какой-то степени можно сказать. Ну, это можно со смелением, я думаю, как-то сплести. То есть вы хотите сказать, что всякий преступник, который несправедлив, который нарушил справедливость, и которого приговорил, он суперсмелый? Ну, нарушить закон тоже не смеет смелости. Да, хорошо, тогда давайте подождем, тогда, может быть, Аристотеля... Сейчас, 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 а? Если он убил тирана в смену, он в республике... Нет, когда он убивал. Когда он убивал. Да, а когда... Не-не-не, подождите, когда он убивал, он что-то делал, а когда сидел на стуле, он не был смелым. То есть, когда он продумывал это убийство, это не смелость. Всякий мальчишка думает о том, чтобы убить своего отца и переспать с матерью. Всякий, кого обидел хулиган, думает о том, как он этому хулигану в школе-то отомстит обязательно. Но это не смелость. Вы ведь не можете не согласиться со мной об этом? Он инвестил, и потом спокойно... Нет, когда он это сделал, это смелость. А когда он об этом... Говорите о мышлении, мы же говорим о поступках, у нас не можно... Не-не-не, смотрите, аргумент, аргумент ведь какой, от Марии Освановны, он очень простой, что на самом деле умственная деятельность – это тоже деятельность. Я думаю, это уже опустили. Хорошо. Значит, давайте разберемся с планами первых пяти книг. Коротенько. Чтобы вам... Это общие планы, но потом мы будем эти книги корректировать. Вы можете со мной не соглашаться, я буду только это признать. Итак, первая книга. Я напоминаю, что все цифры, опять-таки, можно свокули, а тут так со всем условными. Значит, 1094-а. Алистолтик говорит о том, что существует множество целей человеческого действия и, соответственно, множество наук. Из чего он делает вывод о наличные иерархии наук и целей. Это сугубо античный заход. Там, где есть разнообразие, там всегда есть иерархия. В 1095-а Алистолтик говорит, что все считают высшую цель, счастье, но не соглашаются в том, что это такое. Он приводит в три примера. Мы о них в Каломне поговорим, походим. Значит, три захода на то, что такое счастье. В 1096-а Алистолтик обсуждает Платона, что Платон считает благом и высшим счастьем. В 1097-а Алистолтик дает предварительное описание счастья или предварительное определение счастья. Как цели человеческой жизни. В 1098-б Алистолтик дает свое определение счастья. В 1099-б Алистолтик описывает условия счастья. Вот там как раз речь идет о том, можно ли быть счастливым, пока ты спишь, вот это вот все. Условия счастья и несчастья. Например, если понятие счастья включает в себя семью и детей, и родителей, и друзей, то почему не родители и родители, и не детей детей? Иными словами, насколько далеко должна простираться вот эта вот связь? То есть, грубо говоря, вот у вас есть богатая семья, хорошие, здоровые дети, но ваши родители проклятые или ваши предки были прокляты за то, что они совершили какое-то страшное преступление. Вы можете быть счастливым или нет? При этом условии. Или, например, зная, что ваши дети или потомки ваших детей будут несчастны, вы можете быть счастливым или нет? Или, умерев, может ли ваше счастье признаться, потому что ваш род признается, или ваши потомки окажутся не помнятся? В 11.01.101.B. Аристофель связан с счастьем и договорителем. Вроде довольно стандартный и понятный план, но он становится ещё лучше, как только мы переходим к следующей книге. Книга 2. В 11.03.А. Аристофель говорит о договорителе как первичное. А 11.06.А. Договоритель как выборок. То есть вы не можете быть договорителями случайно. Обязательно должно присутствовать ваше собственное в русском переводе воля, в английском переводе воля, но в греческом нет слова воля и желания. В 11.06.B. Договоритель как середина. Вы видите проблему. Но договоритель можно смотреть совершенно разных углов. И она каждый раз выглядит нескольких глазах. Хотя все они встраивают в словную картину. 11.07.А. Виды морального договорителя. У нас будет такая проблема, вот как здесь чуть-чуть дальше. 11.08.B. Полюса порочности. И сложности разбегания. С полюсами будет вообще гигантская проблема. Вы знаете, какая. Иногда очень легко понять, что мужество – это середина между трусостью и оголтелостью. Фанатизмом каким-нибудь как угодно. А справедливость – это середина между чем еще. Типа слишком много… Смотрите, слишком много мужества – это оголтелость. Это понятно. Слишком мало мужества – это трус. Сейчас понятно. А слишком много справедливости – это что? Вот слишком мало справедливости, но договорились – это там преступление. А слишком много справедливости – это как? И Аристотель вынужден будет все время этими полюсами прощать. То есть не надо думать, что это вот такой простой закон. Где слишком много, слишком мало, слишком холодно, слишком горячо и как надо. Как это в ванной человеке бывает? В третьей книге 11.09.B – произвольные и непроизвольные поступки. Опять же, нет слова «воль», да? 11.11.B – что такое осознательный выбор? 11.12.A – что такое решение? 11.13.A – предмет решения и выбора. Задание предоставить, что предмет решения и выбора – это один и тот же план. 11.13.B – применение полученных определений к человеческому мнению. 11.15.A – вот и здесь проблема у меня и с составителя, потому что мне очень странно видеть, что после вот этого серьезного обсуждения Аристотель переходит к обсуждению первой добродетели, а новая книга не начинается. Мне казалось, что вот здесь должен быть разрыв. Почему-то древней состоятельности, что это не так. Надо подумать, почему. Значит, первая добродетель пошла в мужество. Вы видите, да, что Аристотель, и в этом тоже систематичность, идет от моральной добродетели к интеллектуальной. Понятно, какая выше. Вот мужество – это почему-то самое слабое, самое низкое добродетель, самое жалкое. После мужества в 11.16.A – и такое будет повторено всего лишь раз на моей памяти. Дальше обсуждение псевдо-мужества, что вообще дико странно, то есть то, что почему-то принимается за мужество, но мужеством не является. В 11.17.B – умеленность. И дальше классически всегда, кроме одного раза, схема будет такая – добродетель и ее противоположность. Но противоположности, потому что их минимум две. Вот все время будет схема именно вот этого. Четвертая книга. Вы видите, что умеленность тоже довольно низкая отобразительность. Четвертая книга. 11.19.B – щедрость и ее противоположности. 11.21.A – великолепие и его противоположности. При этом щедрость и великолепие оба связаны с деньгами. При этом великолепие – оно выше щедрости. Да. Великолепие – выше щедрости. Вы молодец, что обратили внимание, там будет одно понижение. И оно будет прямо сейчас. Это супер странно. 11.23.A – величие и его противоположности. И вот сейчас понижение. 11.25.B – безымянный добродетель. Таких будет немало. Но несколько точно. Которая относится к величию как щедрость к великолепию. Это тоже какая-то пара. Но она уже не связана с деньгами. Далее. 11.26.B – дальше мы уже пошли скорее значительнее, чем Алис-Надельский. Общительность. Она тоже безымянный и ее противоположности. 11.27.A – уверенность. Она тоже безымянная и ее противоположности. Эти две добродетели – это добродетели общения. Даже не две. Сейчас, подождите. Я вас обманываю. У нас есть еще одна. 11.27.B – чувство юмора. Опять в кавычках. Чувство юмора и его противоположности. Значит, вот эти три добродетели – это добродетели общения. И вот здесь вновь возникает та самая проблема, о которой я говорил вам ранее. 11.28.B – псевродобродетель стыдливости и стыда. Проблема в чем? Если ранее иногда нечто другое принимается за мужество, за реальный добродетель, стыд никогда не может быть реальным добродетелем. Стыд – не добродетель. Но Алис-Надель подробно обсуждает, почему. И у нас в книге остается только одна книга. При этом следует сказать, что величие – это явно высшие добродетели всех описанных. Мы подробнее поместим, когда будем читать и почитать. И, наконец, пятая книга. Прикол, посвященный о справедливости. 11.29.A – изначальный вопрос о справедливости. 11.29.B – два определения справедливости. Справедливость – супермногограммная штука. С ней нельзя справиться так просто. Два определения справедливости – законность, и ровно одно повторенность в политике, и честность. Не в смысле всегда говорить правду, а в смысле это честный человек. 11.30.A – снова два вида справедливости. Универсальная и частная. 11.31.A – снова два вида справедливости. Коммуникативная и дистрибутивная. Если вам сложно, коммуникативная по-русски называется уравнительная, а дистрибутивная – распределительная. Понимаете, да, Чемнедович? Уравнительная справедливость предполагает, что в отношении каких-то вопросов мы все равны. Например, выбор по жребию – это коммуникативная справедливость. Все одинаково могут быть выбранные. Дистрибутивная справедливость предполагает нелавенство. А именно, что, например, тот, кто больше имеет, должен больше наук вплатить. Это справедливо. Затем 11.31.B. Вы уже знаете, что я хочу сказать. Два вида справедливости. Исправительная и направительная. Опять же, тоже очень понятное дело. А чем они отличаются? Когда затыльник вам дает отец, чтобы вы перестали класть ногти на стол – это исправительная. Но он тем же самым меня не направляет? Нет, нет, нет. Он сразу исправляет. А когда он перед тем, как вы сели за стол, говорит вам, не клади ногти на стол – это направительная. Когда два лица заключают договор – это направительная справедливость. После того, как одно из них нарушает этот договор, наступает суд и его судят – это исправительная справедливость. То есть одна нужна для того, чтобы направить вашу деятельность, а другая – для того, чтобы исправить его после того, как не удалось направить. То есть исправительная работает с последствиями? Да. После того, как вы уже нарушили. Представьте себе справедливость как прямую линию. Несколько прямых линий, идущих в одну сторону, параллельно друг к другу. Направительная говорит вам линии, иди как все параллельно, а вы такая, да нет, я же особенная, а исправительная говорит, не-не-не, мы поняли, говори бесполезно, говори подзадельник, иди как все. То есть вот пока вы шли как надо, это было направительное, как только вы попытались выйти за рамки, вас снова исправили обратно, иди исправительное. Мы об этом будем продолжать говорить, когда будем читать. Одиннадцать тридцать два Б, определение справедливости, я напоминаю, что оно уже было, да? Тут даже два, нет. Нет, было общее, а потом частное, но предварительное и первое. А тут самоопределение справедливости. Там же, оно очень короткое и коротко звучит, там же в одиннадцать тридцать два Б, справедливости общения людей. Помните, у нас есть добродетели и светлые сообщения. Так вот, они практически никакого отношения к этому не имеют. То есть чувство юмора не имеет отношения к справедливости, к сожалению. Одиннадцать тридцать три А. И тут есть некоторые подвижки, но давайте, давайте я пока не буду говорить вам страшного, а скажу не страшное. Вопрос нарушитель закона и не справедливый человек. Это одно и то же. Вот тут у меня вопрос как раз. Вы всё-таки говорили, что до этого было ещё два определения справедливости, как честность и законность. Да, да, да. Тут много видов справедливости. Да. И получается, что в зависимости от того, как мы трактуем справедливость, если справедливость – это закон, то это… Да, это арестователь в нюансах, это правда. Это вообще хороший вопрос. Вот смотрите, помните, там был такой прекрасный мужчина, который свою студентку убил, вот он на допросах же говорит, у меня же прекрасная карьера, у меня же прекрасные записи. Посмотрите на рекомендации с места работы. Я в жизни ни разу не отступился, я даже копейки никого не украл, я комара не обидел. Один раз только отступился. Вот так получилось. И что вы теперь хотите сказать, что я преступник и, значит, должен сидеть в фильме? То есть это вопрос. Может ли человек нарушить закон, оставаясь справедливым? Может ли быть такой человек, который нарушает… или вообще такая ситуация, при которой вы нарушаете закон, но остаетесь справедливым? И это гигантская проблема, потому что когда арестователь будет говорить о законности, он потом в политике, а здесь ссылка на это будет, напрямую текст нам скажет. У нас проблема с законностью, потому что сколько видов режимов, столько и видов законопослушных людей или хороших граждан. А вообще говоря, в идеальном государстве хороший гражданин и хороший человек – это одно и то же. Из чего мы какой делаем вывод? Что во всех остальных государствах, реально существующих государствах, хороший гражданин и хороший человек не совпадают. Это значит, можно оставаться хорошим человеком, не будучи хорошим гражданином. И, наоборот, можно быть хорошим гражданином, не будучи хорошим человеком. И вопрос, когда после правительства диаметра скажет, чтобы этот закон был справедливым? Нет, в политике может быть. А здесь вопрос, а возможно ли такая ситуация, что вам, как справедливому человеку, моральному, писако-моральному человеку придется нарушить закон? Нет, я это поняла. Ага. Он же придется только в идеальном государстве, да? Да, 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 да. Ну, это же при условии, если закон справедливый. Нет, это при условии, если государство идеальное. Ну, закон понятный. Нет, закон всегда справедлив. Так или иначе, закон всегда целит справедливость. Он может не всегда достигать полной справедливости, но он точно всегда целит справедливость. И в нем справедливость всегда есть. То есть и во всех режимах есть справедливость? Какая-то доля – да, но не совершенно несправедливость. То есть закон уже тем фактом, что какое-то даёт ограничение, даже если он говорит, тела может всё, но не может там прыгать на месте, или по четвергам тела должен плавать в бассейне, в 8 утра каждый день, или на своих выходных в Мулятии он ездит на коне без рубашки. Даже такой абсурдный закон – это всё равно имеет отношение к справедливости, потому что он уже ограничил всю эту деятельность. Он уже задал рамки, за которые нельзя выйти. И что, у нас следили только то, что ограничивает рамки? Мы об этом поговорим, но справедливость как законность – это, конечно, только ограничение. У Аристотеля будет блестящая фраза, о которой разбиваются несчастные либералы. Аристотель говорит следующее – всё, что не разрешено законом, запрещено. У либералов всё равно наоборот. То есть закон – это, естественно, только рамки совместной жизни. Опять же, рамки с какой целью заданы им? Если это книга для законодателей, не учителяет законодателей. Зачем нужен закон? Чтобы делать людей добродетельными. А для этого надо задавать им привычку, потому что добродетель – это привычка. А для этого им всё время надо ограничивать в действиях. То есть направо? Ну да, то есть направо не ходи, налево не всё, что не разрешено, запрещено. То есть справедливость – она для государства, а не для людей? Хорошее замечание. Она для людей, потому что государство представляет из себя, как мы прочтём в первой книге «Политики», совместную жизнь людей. Совместную жизнь людей невозможно без регуляции совместной жизни людей. Можно ещё раз подключить себе? Давайте, давайте. Смотрите, когда вы сказали, что арестователь говорит о том, что у нас поэтому и режимы, то есть у нас проблема в режимах. Ну, в частности, да. У нас люди, получается, недобротетельные, потому что нас ребрём такие. Не совсем так. Проблема какая? Так как режимы все разные, да, типы режимов разные. И ни один из этих режимов не идеальный. Хороший человек и хороший гражданин не совпадают. Иными словами, хороший гражданин при демократии и хороший гражданин при тирании – это не один и тот же человек вообще. Да. Но при этом и тот, и другой могут быть хорошими гражданами. А хорошими людьми быть не могут. Вот. И это проблема. И чтобы сделать хорошего гражданина хорошим человеком, нам нужно идеальный что, закон? Идеальное государство. Идеальное государство, но с идеальным законом? Конечно. А этот идеальный закон, он на что будет выбираться? На природу человека, конечно. На природу человека, а может быть, и когда я вас спросила, может быть такое, что, а, нет, вы сказали, да, он может быть, тиран может быть справедливым, то есть может быть справедливым тиран, если, я не знаю, каждое эксклюзивение ему приносят на убийство 28 герц, может быть справедливым? Так как именно поэтому он и может быть справедливым. Представьте себе градацию справедливости. В идеальном государстве она абсолютная, в тирании она минимальная, но без справедливости, без справедливости, как законности, жизнь общества невозможна вообще. Даже при самой страшной сталинской тирании существуют законы. Даже тот факт, что тиран напишет закон, согласно которому каждый четверг ему должны приносить 28 герц, это уже отраничит его, он не может сказать 29 герц, не подайте. Ну и философ, вот философ может сказать, что это справедливость? В этом есть какая-то справедливость, потому что всякий закон метит в справедливость. Она минимальна, но она есть. Я не вижу здесь вообще связи закона и справедливости. То есть только потому, что это закон и только потому, что это ограничение, то есть вы выводите из ограничения? Нет, мы выводим справедливость не из ограничения, мы выводим справедливость из необходимости организации совместной жизни. Да, но она на чем должна строиться? Вы говорите, на ограничениях, давайте скажем так. Нет, но вы же сказали, что это на природе. Нет, то есть идеальное государство действительно должно быть построено на тех знаниях природы человека, которые мы получим. Но даже оно все равно будет заключаться в ограничении. То есть мы... Вы же понимаете, что 28 девственниц убитых, это как бы против природы. И это в принципе не справедливость. Против природы это плохо звучит. Просто убитых, да. Но если они убиты по закону, нет. Нет. Теперь давайте по-другому. Теперь представьте, что эти девственницы затравили газом детей и их приговорили к смертной казни. Нет, подождите. Нет, это члены невинные 16-ти линии девушки. Давайте мы оставим эту дискуссию, потому что там можно будет подробно, да. Вот опять же насчет законности. То есть, ну, по факту же, тот же тиран, он может написать, что не 28, а 30. Да. То есть, когда его 28 не будет устраивать, он возьмет, перепишет закон и напишет 30 или 35 и так далее. То есть, по сути, закон не является для него ограничением, потому что он в любой момент может его поменять. А в том-то и дело, что не является. Именно поэтому он вынужден его менять. Вынужден менять, но это не те люди, которые... То есть, смотрите, он напишет закон 28. Приходит 28, он хочет 30. Он что должен сделать? Он должен написать, что... Ну, увы, закон, конечно. Ему хочется 30, но он не может 30. Придется писать новый закон. Он может 30 именно поэтому пишет. Подумайте об этом, не в вопросе о тиране. Представьте другую ситуацию. Народ хочет индексации пенсии. Надо писать новый закон. Он может не соблюдаться. То есть, закон это не такой жесткий ответ. Нет. Закон, это нарушение закона. Это несправедливость. Его можно обойти без его нарушения. Ключ котворство, это все еще несправедливость. Я хочу объяснить одну вещь. Если закон, всякий закон, тяготет к справедливости... Ну, пытается достичь, да. Значит, попытка упорядочить жизнь в полисе, это попытка сделать ее справедливой. Значит, изначально она несправедливая. Будучи несправедливой, она при этом еще и не упорядочена. Потому что нам нужны законы, чтобы ее упорядочить. Правильно ли получается, что хаос несправедлив? Но, когда у нас есть несправедливость, у нас должен быть и хаос. Ну, а я встать, я на лицах, это хаос. Ну, он же отрицает физический хаос, да. Вы пытаетесь меня зафизировать... Ты любишь физический... Ты не физический действующий, а не физический справедливый линий. Это правда. Но люди действуют друг другом, не действуют из ниоткуда. У них есть причина для того, чтобы действовать. У них есть собственный первый двигатель. То есть, это уже никогда не будет хаос. Когда вы подойдете к человеку и спросите, зачем он убил старушку, он вам объяснит. И даже скажет, что невиновен, и так и надо было сделать. То есть, он не бегал рандомно, вот так вот, значит, вращая топорами. А даже если и бегал, он все равно сможет объяснить причину. То есть, хаоса нет. Хаоса – это когда вдруг ни с того, ни сего что-то происходит, да. Из монитора вырывается растение, человек вдруг становится десятируким. Или действительно вдруг он приходит и начинает кого-то убивать, хотя даже шлинил свою студентку, хотя никаких предпосылок нет. То есть, у нас уже есть габидры… Нет, смотрите, такие люди могут существовать. Но мы, конечно же, называем их сумасшедшими. И они таковыми клинически являются. То есть, это уже не люди. Что касается вашего представления о хаосе, вы скатываетесь, как мне видится, это в парадигму курица или яйцо. Если нам нужны законы, чтобы контролировать хаос, и всякий полис имеет в себе какой-то хаос, значит, всякий полис нуждается в законах. Нет, если всякий полис нуждается в законах… О, хаотища, да. Да, да, да. Естественно, мы прекрасно понимаем, что всякий полис уже обладает, что всякая общественная жизнь уже имеет какие-то законы, иначе она просто не может быть. То есть Аристотель не говорит, в отличие от современных либералов, как появился город. Аристотель говорит, город уже есть, и смотрите, в каждом городе мы везде находим одно и то же. То есть получается, что у нас есть градация несправедливости, но это прям видно из того, что написано, да, там, два вида, два вида, два вида, два вида. У нас есть градация несправедливости. У нас все время есть лазерный ракурс несправедливости, да. А при этом у нас нет несправедливости. Почему? Потому что несправедливость – это хаос. Нет, не справилась эта незаконность, самое простое определение. То есть где мы найдем... Незаконность – это нарушение закона? Конечно. Нарушение закона без понесения наказания? Без понесения наказания? Да, почему нет? Нарушение закона без понесения. Значит, закон не функционирует, значит, его нет. Нет, нет, ну что вы. То, что некоторые преступники способны избежать закон, не значит, что они ничего не совершили. Мы снова возвращаемся к чему. Добродетель – это деятельность. Значит, и порочность – это деятельность. Порочность – это деятельность по нарушению закона. Вас могут 10 раз не поймать, но если вы нарушили закон, вы уже стали несправедливы. А если закон отсутствует? Тогда другой вопрос. Но отсутствие решательного очень просто. Все, что не разрешено законом, запрещено. И, в принципе, если у нас нет закона о, я не знаю, только что выдуманных пирамидах, свапах, или там, на чем сейчас, какие-нибудь опционы будущие, и КПА, и вот это вот все. Нельзя. Нельзя. В поясах был закон, разрешающий мешать. Ага. И тут мы возвращаемся к следующему. Дыхание не имеет к справедливости никакого отношения, потому что дыхание – это не действие. В самом деле. А респотинь будет, если мне не знает, понять, будет отредоходить. Ведание. Здесь все гораздо проще. Есть законы, регулирующие вашу меду, конечно. Но, грубо говоря, вы не можете… А я не ест соседа. Нет, соседа – это понятно. То есть нельзя есть чужое, например, нельзя воровать чужие яблоки. Но я говорил немного про другие законы, например, про религиозные законы. В этот день нельзя есть это. Или, когда мы приносим жертвы, потроха достаются богам, их нельзя есть, а вот мясо мы можем есть. И при этом мы можем есть не все мясо, а царю достается вот этот кусок, жрецу вот этот кусок, а нам остается обрезки. А сон? Сон – это не действие. А рост? Рост – это тоже не действие. Этика не имеет отношения к растительной душе, только к животной, то есть к желающей душе. Более того, вернитесь назад. Я тостираю, а у вас на это все сохранилось. Там, где Аристотель обсуждает вопрос о произвольных, а непроизвольных поступках, о сознательном выборе, о том, что такое решение. Вот там обсуждаются вопросы, связанные с тем, а если вы реально не знали, что у нас такой закон, и зачем? Или еще лучше, здесь чуть ниже будет более страшный вопрос. И давайте мы как раз его запишем. Это 1136а – «Докроводность несоправедливости». Ирна Славевна, можно ли совершить несправедливость, если человек, по отношению к которому вы ее совершаете, говорит «Докроводность, давайте». Я только… И наконец последний, 1136b, можно ли быть несправедливым по отношению к самому себе? Нет? Этот вопрос я не застану. Да вы и книги-то не застанете. Но у вас всегда есть возможность сплощать все, что здесь стоит. Хорошо. Вы видите, да, что адреснотель логичен, последователен, и есть только несколько вопросов плана, об тех, которые говорили. А так все в целом нормально. Вы также видите, что построение снизу вверх работает всегда, кроме одного единственного раза, когда речь идет о самой высокой доброводителе, о величине. Там вдруг идет спуск, потому что после пика не может быть ничего, да? После пика может быть только спуск. Хорошо. После обсуждения этого плана, я спрашиваю, есть ли у вас какие-нибудь вопросы новые, новые, потому что вопросов было немало. И если нет, тогда давайте на этом остановимся, а потом будем уже начнем читать.